Пособия, льготы, пенсии, социальная поддержка малообеспеченных семей, помощь пожилым людям и инвалидам. Каждый день социальные работники, а процентов 85 из них женщины, решают серьезные проблемы сотен людей, помогают и поддерживают тех, кто в этом нуждается. Внимательные, участливые, добрые. Так можно охарактеризовать сотрудников социальных учреждений, которые 8 июня отмечают свой профессиональный праздник. Сердце в ладонях — это эмблема работников социальной сферы. Они посвятили свою жизнь благородному делу, помощи и поддержке социально незащищенных граждан и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Почти каждый день мы сталкиваемся с социальными работниками, а их у нас в районе 700 человек. Вопросы, проблемы, работы у них много, ведь сегодня почти четверть жителей района — льготники. Надо сказать, что в бюджете Ленинского района на меры социальной поддержки выделены немалые средства. На этот год 125 миллионов. Это нам позволяет, сохранив все меры социальной поддержки после преобразования территории и передачи части в Новую Москву, не уйти с достигнутых рубежей, а в полной мере ответить и обеспечить за уже завоеванные позиции и быть социально ориентированным муниципальным образованием, которое обеспечивает все принятые законодательством меры социальной поддержки населения. Забота о людях и создание комфортных условий для их жизни — общая задача. Поэтому социальные учреждения и администрация района не оставляют без внимания общественные организации. Мы работаем в тесном взаимодействии с общественными организациями, инвалидов в первую очередь. Это наши люди. Мы все дружно работаем на одну тему. Помогаем людям. Лучшие социальные работники, сотрудники разных управлений были отмечены грамотами и благодарностями. В их числе и Ольга Санникова, ведущая специалист администрации сельского поселения Володарское. Она трудится в социальной сфере более 15 лет. Работу свою любит, несмотря на все сложности. Самое сложное, наверное, в этой работе то, что приходится именно поддерживать морально людей. Не просто решить их конкретный вопрос по оплате, по социальным работам, а просто поддержать их, где-то доброе слово сказать, просто с человеком поговорить. Вот это, наверное, самое сложное. Очень много лет отдала работе Людмила Чернова. Сейчас она на пенсии, но до сих пор, встречая ее на улице, многие обращаются за помощью. Самое главное в нашей работе — не черстветь душой. Молодым, когда они решают какие-то вопросы, а к нам чаще всего обращаются пожилые люди, если не брать, допустим, категорию инвалидов, просто чаще вспоминать своих родителей и думать, как бы ты поступил, если бы решал вопросы своих родителей. Мне кажется, это хорошая помощь. Действительно, людей этой профессии, одной из самых гуманных и востребованных в обществе, требующей не только много сил и времени, но и искреннего участия в чужой судьбе, невозможно представить без таких качеств, как доброта, милосердие, сострадание. Просто человек не может много работать, долгое время работать в социальной сфере, но остаются люди терпеливые, мудрые, с огромным человеческим хорошим фактором. Поэтому это, безусловно, одно из самых главных качеств человека, который должен работать в социальной сфере. По-другому невозможно.